так сейчас я расскажу о том какой браузер на мой взгляд самый лучший ну или там какой достойный того чтобы его пользоваться значит какие вообще браузеры есть самый популярный это пожалуй интернет-эксплорер интернет-эксплорер это браузеры компании microsoft который поставляется вместе с самим windows собственно он популярен как раз только поэтому ну потому что люди которые не очень хорошо разбираются в компьютерах они просто пользуются тем что установлено заранее хотя на самом деле этот браузер далеко не самый лучший но тем не менее он самый популярный потому что у всех стоит windows и в каждом windows и стоит вот этот вот браузер так 2 по популярности это так mozilla firefox переводится как огненная леса а mozilla это название компании которая собственно этот браузер производит вот этот браузер пожалуй однозначно можно назвать одним из лучших если вот не самым лучшим на мой взгляд по идее он должен быть вот на первом месте по популярности так что вот если бы вот он был установлен изначально там windows это однозначно не стоило бы менять на что-то другое такс ну собственно firefox выглядит вот так вот примерно только у меня установлен не совсем firefox а его вариация пейл-мун такс пейл-мун это тот же самый firefox только он немножко оптимизирован по словам разработчиков то есть термин он оптимизирован означает что он ну работает чуть побыстрее чуть поменьше памяти занимает ну в целом все то же самое что и у firefox а только вот чуть чуть получше и побыстрее так как у меня компьютер не очень современный то для меня например критично то что вот программа занимает меньше места в памяти и чуть быстрее работает но в целом они абсолютно одинаковые единственно что здесь вот у меня написано пейл-мун а firefox и будет написано что firefox собственно какой плюс вот это вот браузера firefox основной плюс его в том что во первых работает очень стабильно вот и самое главное у него есть такой механизм дополнений вот можно их посмотреть вот у меня установлено ряд дополнений дополнение это такие как бы мини программки которые устанавливаются в сам браузер и расширяют его возможности например вот это вот дополнение она обрезает всю рекламу на страничках то есть у меня просто не показывает вот это вот дополнение позволяет там скачивать видео с youtube есть такой сайт youtube на котором куча интересных роликов вот и с помощью этого дополнения можно эти ролики скачать себе на компьютер но сейчас вот про дополнение не буду рассказывать но просто такой вот интересный механизм что ты устанавливаешь себе браузер тебе в нем что-то не нравится ли тебе что-то не хватает и ты просто устанавливаешь дополнение которое позволяет тебе сделать из этого браузера действительно то что ты хочешь и вот firefox можно изменить ну практически до неузнаваемости там кучу всего можно сюда добавить вот так что наверное для любого человека найдется найдется все что он захочет такс это значит firefox был потом еще есть такой браузер называется опера так сейчас его запущен у меня тоже есть ну опера она была популярна в россии не знаю где то может быть лет пять назад наверное пик популярности сейчас она не так популярна в целом в принципе очень похоже по дизайну сейчас все все браузеры похожи по дизайну вот если сравнить там firefox опера тоже вот есть кнопочка на нее нажимаешь она заменяет главное меню программы кстати это главное меню можно вернуть при желании так вот панель меню вот это главное меню но как-то без него без выглядит посимпатичнее на мой взгляд так до кого-то опере собственно мало чем отличается по внешнему виду и по функционалу от firefox а даже вот дополнение в нее добавили раньше их не было это все очень просили просили наконец-то разработчики добавили но как-то они припозднили с этим поэтому поэтому наверное опера сейчас и не популярна особо но в россии в принципе осталось вот такое нормальное количество людей которые пользуются этим браузером вот что мне очень нравилось свое время в этом браузере там появилась такой режим turbo который вот сжимает данные там в несколько раз обычного раза в четыре и экономит трафик который за который вы платите там саму провайдеру но так как сейчас уже у всех без лимитки то это опция в принципе уже и не нужно а вот когда я сидел на лимитном интернете вот очень сильно спасала так ну наверное про оперу больше больше сказать то особо и нечего то есть вот из двух я бы все-таки из если выбирать из оперы firefox я бы все-таки порекомендовал firefox он популярней вот у него там больше дополнений и вот еще из опыта опера что-то иногда тупит когда ее закрываешь то есть вот части закрыл да сейчас вроде все нормально иногда очень долго закрывается еще в памяти какое-то время висит вот очень-очень мне это не нравилось так ну конечно надо еще про такой браузер сказать google chrome так вот сейчас я не уверен что правильно написал спрошу у яндекса а вот как он пишется так ну это браузер компании google про google наверно многие слышали вот собственно очень хороший браузер который набирает свою популярность вот и кто-то даже предсказывает что в следующем году в 2012 он выйдет на второе место по популярности то есть на первом сейчас интернет-эксплорер на втором сейчас firefox а хром сейчас на третьем по популярности вот и предсказывает что хрома все-таки выйдет на второе ну это так не факт конечно но в принципе да он популярность свою набирает значит в хроме такая же система как firefox и можно ставить свои дополнения там этот браузер затачивать под себя благодаря этим дополнением единственное что вот мне не понравилось это вроде как он попрожорливей на слабых компьютерах там и может быть даже на средних это заметно поэтому вот я не пользуюсь еще такая вещь которая не очень сильно нравится мне это то что вот этот браузер хром он отправляет данные о том там где вы в интернете лазаете по каким страничкам вот он все вот эти данные отправляет в корпорацию google то все это опцию никак него невозможно отключить то есть фактически идет такая постоянная слежка за каждым пользователем ну сбор данных а эти данные потом используются например в интернет рекламе то есть например если вы посещаете странички ну там по автомобильной тематике там смотрите там про разные машины там или как картинки про машины вот то например когда google соберет достаточной информации об этом то есть там вася пупкин там смотрит сайты про автомобили я буду ему показывать рекламу только про автомобили и вот реклама которая будет но сейчас здесь у меня нет рекламы конечно потому что ее расширение для firefox все порезало вот но допустим заходите на сайт и вот тут вот есть такая вот реклама где нибудь там справа слева баннеры всякие висят вот то вам будет показываться реклама только ну той же тематике на сайты которые вы заходите и заходите на автомобиль и будет показаться автомобильная реклама заходите там на сайты посвященные кошкам там вам попытаются продать там кошачий корм например то есть ну кого-то не напрягает вот такая вот слежка гугла а вот мне как-то не очень нравится да и тем более все таки chrome ну побольше ресурсов ест моего компьютера как-то помедленнее работает чем firefox поэтому я им и не пользуюсь есть еще куча других браузеров которые зачастую основаны вот на этих вот нескольких там интернет explorer firefox и опера и chrome кстати нет на на опере наверно браузеров то никаких основанных и нет вот на этих трех интернет explorer firefox и chrome вот всякие разные так называемые форки браузеров есть но они наверное внимание особого не заслуживают я как-то вот пробовал пользоваться браузерами которые не такие известные которые вот старались посоперничать вот с этими популярными браузерами в итоге решил что все-таки лучше пользоваться вот такими браузерами ну которые у всех на слуху потому что разработчики сайтов они в первую очередь рассчитывают на то что пользователь будет пользоваться вот каким-то из этих браузеров вот если у вас малоизвестный браузер то там например странички могут неправильно отображаться или еще какие-нибудь баги быть например там вылетает он вот у меня я одно время пользовался браузером хамелеона назывался вот они его позиционировали создатели этого браузера позиционировали как очень быстрый и там очень мало ресурсов ему требовалось для работы ну в принципе да так оно и есть он там пожалуй самый быстрый из всех этих только вот часть страничек в нем неправильно отображается и глючит он иногда я все-таки решил остановиться там на firefox и собственно чего и вам рекомендую ну пожалуй если вам понравится какой-то другой браузер из этих вот тоже ничего страшного там нету то есть они в принципе все достойны ну вот то про такую фишечку хрома я рассказал что там следит так что если вы очень беспокоитесь за то что за вами следят то конечно хром не ваш выбор